МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем грозит поломка на Запорожской АЭС? Одесса. Сегодня здесь вспоминали события двухлетней давности, когда 2 мая в результате уличных столкновений погибли 48 человек. В годовщину трагедии, которая до сих пор, кстати, не расследована, не обошлось без скандалов и провокаций. Хронология того, что сегодня происходило в городе, в репортажах наших корреспондентов. В Одессе с утра беспрецедентные меры безопасности оцеплены кварталы, проверяют автомобили и даже сумки у прохожих. Первый поминальный митинг прошел в полдень на пересечении Преображенской и Дерибасовской. Именно здесь, 2 мая 2014 года, погиб первый активист Евромайдана. Сегодня его и других товарищей пришли помянуть одесситы. Возложить цветы погибшим патриотам Украины. В 2014 году была создана беспрецедентная провокация, во время которой погибло много людей. А вот второе место траурных мероприятий, Куликово поле, где во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, с утра оцеплена полиция. Сначала было сообщение о минировании, территорию проверяли, а потом рядом в подземном переходе правоохранители обнаружили три боевые гранаты. И говорят, из-за этого снова пришлось обследовать всю территорию. Правда, эта проверка затянулась на целый день. К тому времени возложить цветы на поле пришли сотни одесситов. Их не пропускают, люди возмущены. Все понимают, что ничего там не заминировано. Они не хотят, чтобы люди там собирались. Многие не дождались. Люди же приходят с самого утра, приходят, постоят и уходят. А потом скажут. Никто не пришел, потом скажут. В результате люди оставляли цветы прямо на земле или у рамок металлоискателей, через которые и должны были проходить на Куликово поле. Иногда страсти накалялись до предела. Сколько территория будет проверено, это об этом сообщено. Позор! Позор! Не обошлось и без мелких конфликтов и нарушений. В полиции отрапортовали. Задержали 14 человек. В отношении пяти составлены админпротоколы за распитие спиртного в общественных местах. Еще задержали мужчину, у которого обнаружили дымовую шашку и двух парней, разгуливавших с газовыми баллончиками. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. А ближе к вечеру в одесской полиции сообщили, поступила информация о новом минировании Куликово поля, поэтому людей туда не пустят. Чуть позже мы обязательно узнаем подробности этой истории и что вообще происходит в городе в эти минуты у моего коллеги Руслана Смещука. Ну а пока о том, что происходило сегодня в одесском аэропорту. Там радикалы заблокировали нескольких нардепов-оппозиционеров. Все подробности в материале моих коллег. В Одессе нардепы-оппозиционеры Юрий Бойко, Вадим Новинский и Евгений Бакулин планировали поехать в храм на панихиду по жертвам трагедии 2 мая. Затем на Куликово поле возложить цветы на месте гибели людей. Но аэропорт с утра заблокировали представители автомайдана, самообороны, правого сектора и других организаций. Депутатов из оппозиционного блока не выпускают из терминала. Это провокация радикальных элементов, которые не хотят, чтобы ситуация в стране шла по цивилизованному пути. Мы просто сейчас дождемся приезда евродепутатов, чтобы они посмотрели на всю эту толпу и сделали свои выводы. И правильно представили в Европе, что на самом деле происходит в Украине. И действительно, чуть позже депутаты стран Евросоюза увидели все собственными глазами. Европейцам удалось попасть в город. Мне важно знать, что происходит не только из медиа, но и увидеть все своими глазами и пообщаться со всеми сторонами и политсилами. Напряжение до сих пор существует и, скорее всего, к сожалению, останется надолго. Тем временем в заблокированный аэропорт прибыло полицейское начальство и лично замминистра внутренних дел. Начались переговоры. Оппозиционеры настаивали, не хотят обострять ситуацию. Мы хотим избежать любых конфликтов, которые могут быть сегодня. Сегодня и трагический день, и одновременно еще идет пасхальная неделя. А в эти дни нужно как-то стараться сохранить мир в сердце. То, что сегодня устроили в аэропорту, это очередная провокация власти с целью отвлечь внимание от расследования, не дать его нормальному проведению и лишний раз доказывать, какая ситуация на сегодняшний день правовая в Украине. После нескольких часов ожидания депутаты решили покинуть Одессу. Но поминальную панихиду все же провели, прямо в аэропорту, куда пригласили священника. Еще молимся в покоении душу стопших рабов Божиих, убиенных в Одессе, несожженных 2 мая. На самом деле мы сделали самое главное. Мы приехали в Одессу и почтили память погибших на молебне. К сожалению, нам не дали возможность прийти и делать это в церкви. К сожалению, заблокировали радикалы при попустительстве властей выход народных депутатов. Это беда для страны, поскольку не могут сторожить страна, в которой правят бал радикально иметь. Сразу после панихиды нардепы вернулись в Киев. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер Одесса. Ускорение расследования трагедии на Куликовом поле 2 мая 2014 года и наказание виновных гибели людей требуют в оппозиционном блоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Политсилы. А после инцидента с нардепами и оппозиционерами в Одесском аэропорту появилось еще одно заявление. В нем утверждается, что, процитирую, вандализм радикалов в Одессе продолжается, в городе царит безвластие. Также оппозиционный блок требует отставки всех одесских силовиков. И давайте узнаем, какова ситуация в Одессе на этот час. В городе работает Руслан Смещук. Он с вами на связи. Руслан, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, ближе к вечеру стало спокойнее или нет в Одессе? И разблокировали уже полицейские Куликово поле? Алексей, ну вот сейчас мы находимся у одного из входов на Куликово поле. Как вы можете видеть, оно оцеплено по периметру правоохранителями. Правоохранителями и до сих пор внутрь никого не пускают. Еще в 8 утра в полицию поступило первое сообщение о том, что якобы Куликово поле заминировано. Потом через несколько часов правоохранители сообщили о том, что в одном из подземных переходов поблизости площади обнаружили несколько гранат. После этого поступало еще несколько сообщений о заминировании. Вот в результате многие одесситы, которые хотели прийти сюда и почтить память погибших и на самом Куликовом поле, и в Доме профсоюзов, так и не смогли попасть. Они ждали, многие из них ждали в течение нескольких часов. Увы, не обошлось и без трагических происшествий. Так пожилому мужчине 37-го года рождения стало плохо. Несмотря на все старания медиков и помощь окружающих, он скончался. Еще как минимум двоих человек госпитализировали. Это беременная женщина и мужчина с инфарктом. И вот так вот, не дождавшись, когда же их пустят внутрь, многие одесситы просто оставляли траурные букеты, траурные венки прямо вот возле линии отцепления. И сейчас к нам присоединился депутат Верховной Рады Николай Скворик. Николай, мы знаем, вы тоже не смогли попасть внутрь, оставили букет где-то поблизости. И основной вопрос, который сейчас волнует очень многих людей. Когда же эта трагедия будет расследована? Вообще, на какой стадии находятся следствия, есть ли какие-то конкретные результаты? Вы знаете, очень важно, что сегодня посол Евросоюза в Украине, господин Тамбинский, четко заявил о официальной позиции Евросоюза относительно необходимости расследования данной трагедии, необходимости того, чтобы виновные предстали перед судом. На этой неделе мы с делегацией были в Брюсселе, встречались с высокопоставленными руководителями, которые отвечают за международную политику в Восточной Европе, с депутатами Европарламента, с депутатами парламента Бельгии. Кстати, вот сегодня, 2 мая 2016 года, в Одессе находился один из лидеров фракции Бельгийского парламента, господин Денис Дюкарм, за что мы ему очень благодарны, потому что позиция Европейского Союза, она очень простая, прозрачная, что если Украина европейское государство, в Европе высшая ценность – это человеческая жизнь, и никто не вправе ее человека лишать. Соответственно, необходимо расследовать эту трагедию, наказать виновных, и действительно работать над тем, чтобы восстановить гражданский мир в Украине, потому что одними пустыми заявлениями о том, что все хорошо, к сожалению, этот мир не восстановить. А то, что сегодня происходило, вот вы говорили о том, что происходило и на Куликовом поле, и в Одесском аэропорту, ну, может быть, по частям, вот то, что происходило на Куликовом поле с этими мифическими заминированиями, я могу сказать, что когда власть хочет, вот год назад, власть была заинтересована в том, чтобы все прошло нормально. На Куликовом поле были установлены металлоискатели, люди, те, кто хотел почтить память погибших, проходили через эти металлоискатели, радикалов с обеих сторон сразу задерживали, и в городе был мир и гражданский порядок. Сегодня, когда и областная, и городская власть преследовали совершенно другие цели, и главная задача, они у каждого из них свои, но главной задачей было отвлечь общественное внимание и в стране, и в городе, от событий, соответственно, недостатков и областной, и городской власти, и перевести это все в плоскость, там, такого мифического негатива горстки экстремистов. То, что происходило в Одесском аэропорту по отношению к нашим коллегам, лидеру нашей фракции в парламенте Юрию Анатольевичу Бойко, у нас была только одна цель. Мы последовательно выступаем за справедливое расследование данных событий, и мы хотели исключительно почтить память погибших без какой бы то ни было политики. То, что происходило сегодня в Одесском аэропорту, это яркий пример абсолютного беззакония, когда в городе правят бандиты, которые вот они себя явно показали в аэропорту. И, я думаю, очень сложно представить себе в какой-нибудь европейской стране, когда полиция занималась бы мониторингом и статистикой совершаемого преступления, при этом не предпринимая никаких действий для того, чтобы задержать правонарушителей, для того, чтобы не дать им исполнять свои незаконные действия. Вот еще один такой вопрос. В последние дни, ну вот со стороны, да, по крайней мере, казалось, что Одессу как будто бы специально раскачивают. Вот ваше мнение. Однозначно, еще раз повторюсь, так и было. И каждая из сторон, задача у них была достаточно простая. И областная, и городская власть, занимаясь противостоянием друг с другом, они пытались отвлечь сегодня, вот вы же видели, что происходило под мэрией. Ну, в всяком случае, сегодня в аэропорту я видел людей, которых СМИ, возможно, небезосновательно, обвиняют в разгоне того, там, так называемого Майдана, который происходил под мэрией. Я думаю, что выводы о том, кто стоит за событиями в аэропорту, они напрашиваются сами собой. И действительно, ситуацию раскачивали с обеих сторон, для того, чтобы одни хотели показать, как там мифические завоеватели сюда пытаются проникнуть, в очередной раз пытаясь представить Патриотическую партию, оппозиционный блок, как некую пятую колонну кого-то. А с другой стороны, есть городская власть, которая превратилась фактически в филиал администрации президента, которая противостоит при этом еще с областной властью, и таким образом элементарно решала свои политические вопросы за счет горожан, за счет гражданского спокойствия в городе, за счет раскачивания в городе ситуации. Спасибо. Ну, мы продолжаем следить за развитием событий. Я думаю, что наиболее свежие новости из Одессы наши зрители увидят уже в следующих выпусках. Новости это будет завтра. В студии. Или на нашем сайте. Его адрес подробностей. Спасибо. Это был Руслан Смещук с последними новостями из Одессы. Нардепы и позиционеры, которых радикалы сегодня не выпускали из Одесского аэропорта, уже прибыли в Киев. Вот как они прокомментировали события в Одессе после прилета. Это были не активисты, а бандиты. И самое страшное, что среди бела дня в аэропорт Одессы был полностью заблокирован людьми в камуфляже и в балаклавах, что запрещено законом, которые остановили работу аэропорта и стремились создать провокацию и сделать кровопролитие. И хотя самое страшное же то, что замминистра внутренних дел, начальника областной милиции, когда туда приехали, они расписались в собственном бессилии. Горько осознавать, что сегодня в стране правоохранительных органов практически нет. И любая группа в балаклавах может заблокировать какое-нибудь учреждение безнаказанно. Конечно, мы будем на это реагировать, поскольку тут даже дело не в НАСА, а в гражданах, которые не чувствуют себя в безопасности с такими так называемыми радикальными организациями, которые сегодня расплодились по всей стране. С ними было невозможно разговаривать. Невозможно разговаривать. Любой нормальный язык они не воспринимали. Только кричалки какие-то с матерным выражением, другого они еще не знают. У нас не бандиты боятся правоохранительных органов, а правоохранительные органы боятся бандитов. Отметились радикалы сегодня и в Москве. Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» – сторонники эпатажного писателя Эдуарда Лимонова. Они забросали фаерами и дымовыми шашками украинское посольство. Троих задержала полиция, и вот как прокомментировала инцидент в украинском МИДе. В начале акции инцидента никто из персонала посольства не потерял. Был никаких ускорбов, которые были постановлены, было задано. Никаких негативных наследов от этого не было. Правопрошенных было сразу затримано. Сейчас происходит, по отношению к ним, и происходит следствие. В пасхальные праздники, несмотря на минские договоренности, режима тишины тихо отнюдь не было. В районе Авдеевки слышали не только стрелковое оружие, но и запрещенные гранатометы. Боевики нарушили перемирие 15-минутным обстрелом. Наш военный корреспондент Ирина Баглай расскажет подробнее. Задача Николая – не спускать глаз с позиций боевиков, даже если враг ведет прицельный огонь. Между ними лесопосадка. Деревья уже зазеленели. Это лучшее время для диверсантов. Не налетят, а не лезут. Был раз такой. Зайти могут из тыла, пробираются под землей. Вон там, уставка, есть люк конвизационный. С него выходят шмальницы. И пулеметы. Два дня на передовых позициях тишина. У армейцев режим усиленной бдительности. Сейчас тишина. Мы ее поддерживаем, этот режим тишины. ДРГ бывает прорывается. Телепузики мы их называем. Почему? Да потому что телепузики. Они ничего толком не умеют. Они контролируют лесистую местность окраина Авдеевки, чтобы не допустить прорыва в город и не дать боевикам отрезать промзону, где стоят десантники. Пытаются с помощью диверсионных групп прощупать места, которые можно будет слабые найти. Но пока им это не удается. В общем-то, со стороны, видите, зеленки. Оттуда пытаются выходить диверсионные группы. Новости из Минска сюда не долетели. Затишью рады, но вот надолго ли оно? Бойцы сомневаются. Перемирие, не перемирие. Пять человек, вот трехсотых уже отвезли. Они берут СРПГ, стреляют, привязывают туда гвозди, какие-то металлические. И стреляют нам над головой. Рассчитывают на себя и верят в силу молитвы. Не раз чудом оставались целы и невредимы. Молитва помогает, очень сильно помогает. Мы стояли на промзоне, начали бомбить. Помогала, ни одна не легла. Боженька слышит нас. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Борьба за права рабочих переросла в столкновение с полицией. В американском Сиэтле традиционная первомайская демонстрация закончилась стычками со стражами порядка и арестами. С подробностями наш собственный корреспондент США Тихон Зетко. 1 мая в США демонстрации традиционно проходят по всей стране. Требования везде примерно одни и те же. Права рабочих, повышение минимальной заработной платы, права трудовых мигрантов. Это кадры из Вашингтона. Там, как и в большинстве городов, все прошло мирно. В отличие от Сиэтла, который год, демонстрация тут заканчивается столкновениями с полицией. Сперва согласованный с властями марш, после него шествие анархистов, которое с чиновниками из мэрии никто не обсуждал. Многие с закрытыми лицами, в полицию летят камни и коктейли Молотова. В итоге все закончилось столкновениями. Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Пять полицейских получили ранения во время стычек с демонстрантами. В частности, одному из них в голову попали камнем. Полицейские уже после столкновений опубликовали фотографию того, чем были вооружены протестующие. Небольшая группа протестующих начала беспорядки. И полиция соответствующим образом на них ответила. Мне жаль, что все обернулось таким образом. Но я хочу еще раз поблагодарить тех, кто до этих событий принимал участие в конструктивном протесте. Полиция задержала девять участников столкновения. Это восемь мужчин и одна девушка. Какое наказание они понесут, пока неизвестно. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Винтер. Во Франции судят легенду полиции. Чем провинился известный на всю страну Суперкоп, скандальную историю нам расскажет София Гордиенко. Его называли Суперкоп. О нем снимали репортажи. Им гордилась вся страна. Сын Шахтера Мишель Нерес сделал блестящую карьеру в Лионской полиции. Почти 20 лет возглавлял группу по борьбе с организованной преступностью. В 2011-м за выдающиеся заслуги получил Орден Почетного Легиона. Аккорд перед своим арестом. Великий флик, как его называют, был арестован сегодня. Шесть лет следствия, 22 тома с описями оплаченных наркоторговцами отпусков, подаренных часов за 30 тысяч евро аренды престижных авто. У Нерес с супругой нашлись даже счета в Швейцарии и Дубае. В качестве средства защиты бывший полицейский выбрал годами проверенное на окружающих оружие обаяние и харизму. Это были мои методы, в которых можно сомневаться, но я сейчас имею право и возможность о них рассказать. Метод заключался в том, чтобы дружить с преступниками и оказывать им мелкие и не очень услуги за подарки и информацию. Даже бывший начальник Нерес такую тактику понимает. Это был отличный полицейский, если не сказать экстраординарный. Я уважаю сотрудников, которые имеют информаторов. А у Мишеля были отличные связи с доносчиками. Теперь разбираться в том, где заканчивается работа с информаторами и начинается обычная коррупция, придется судьям. Нерес предстоит объяснить, кто, что и почему ему дарил. Если подсудимому не поверят, методология дорогих ресторанов, отпусков на Лазурном берегу и казино обойдется ему в 600 тысяч евро штрафа и 10 лет тюрьмы. София Градиенко, Василий Трюшковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили для ремонта. На станции сообщили, обнаружили разгерметизацию газовой системы. Сейчас ее ликвидируют. Ремонт продлится до вечера 5 мая. Разгерметизация не повлияла на радиационный фон ни на территории станции, ни за ее пределами. Показатели в норме, уверяют на АЭС. И вернемся к зоне АТО. В районе поселка Коминтерного под Мариуполем боевики обстреливали наших военных осколочными снарядами. На месте событий побывал наш военкор Александр Пантелеймонов. Провоцировать огнем наших военных боевики начали уже к вечеру. Стреляли в направлении блокпоста из зенитных орудий. Потерь не нанесли, но в очередной раз подтвердили. Ни праздник Пасхи, ни договоренности в Минске. По ту сторону никого не волнуют. Прицельного в огню не было. Разорвались. Вот сзади над дорогою. Сверху было видно, потому что мы заховали. Ну, ребята поховали, кто в блиндаж. Я был в нашем блокпосте, то было видно, что сверху все эти разорвы. Расстояние здесь очень небольшое, поэтому можно вести огонь прямо из поселка. А под вечер подбираются совсем близко к вот этой посадке. И ведут уже прицельный огонь. Вот попадали даже по чучелу, видно следы. Вот это попадание. Кулеви. Банку изменяем и все. А дырки на тряпки лишаются от кулек. Прицельно бьют. По соседним позициям стреляли из автоматического гранатомета. Все поле здесь изрыто воронками и усеяно осколками от снарядов. Стреляют из оккупированного Коминтерного практически ежедневно. Вот эта осколочная мина, вот так ее разрывают. Вчера прилетело к нам 29 СГС штучек. На машине где-то у них установлено. Выезжают, отработали улитку. И вью. Режим тишины под Коминтерного боевики нарушили трижды. Ответный огонь наши военные не открывали ни разу. Александр Потелемонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер. Немцы засылают спецагентов в мечети. Зачем спецслужбы решили взять под колпак молитвенные дома? И не разразится ли в стране новый религиозный скандал? Изучала вопрос Татьяна Лагунова. 90 мечетей в разных городах Германии. Столько мусульманских молитвенных домов находятся под колпаком спецслужб. Все они неофициальные мечети, где во время богослужений верующих призывают к джихаду. Эти цифры назвал глава федерального ведомства по охране конституции Германии. В эфире одного из телеканалов. Ханс Георг Массен сразу уточнил. Спецслужбы следят не за мусульманами, а только за религиозными и политическими экстремистами, которые могут быть связаны с группировкой «Исламское государство». Тем временем на политической карте Германии появилась партия с антиисламской программой. Вернее, возникла эта политическая сила еще три года назад, но свой курс четко определила в выходные. Речь идет об альтернативе для Германии, которая на съезде в Штутгарте утвердила партийную программу. За доктрину партии голосовали две тысячи делегатов и большинство за предложенный авторами проект. В нем говорится, ислам не является частью Германии, а значит нужно запретить ношение паранжи и строительство миноретов. К мусульманам, которые интегрированы и уважают наши законы, это не имеет никакого отношения. Они часть общества. Но ислам в его политическом проявлении, ваххабитских и салафитских проявлениях, естественно, не является частью Германии. Кстати, сразу по завершении съезда разгорелся скандал. На одном из левых интернет-сайтов появились имена всех делегатов правопопулистской партии с домашними адресами и номерами телефонов. Руководство полицилы уже обратилось к правительству с просьбой запретить сайт. Альтернативщики боятся угроз и преследования по политическим мотивам. Татьяна Мугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Неделя выборов в Великобритании. Жители Лондона готовятся голосовать за мэра. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии будут избирать членов национальных парламентов, а в Англии местных советов. Чем важно это голосование и к каким последствиям может привести, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Четверг станет днем выборов по всей Великобритании. Особое внимание сейчас направлено на волеизъявления жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, где будут голосовать за представителей в главные законодательные органы этих частей Соединенного Королевства. И здесь уже можно предрекать укрепление позиций националистов. Для Великобритании это плохие новости, ведь означает только одно – раскол. У Уэльса это касается меньше, там движение за независимость не так активно. А вот в Северной Ирландии и Шотландии накануне выборов все чаще спекулируют на теме выхода из Великобритании. Казалось бы, в Шотландии этот вопрос закрыт как минимум на десятилетие. Референдум по независимости провели, большинство не поддержало эту идею. Но вот всего лишь через два года к этой теме возвращаются снова. Глава шотландского правительства и лидер национальной партии Никола Старджин уверяет, второй референдум состоится в ближайшие четыре года. Мол, сигналом послужат опросы, как только они покажут, что сторонников независимости стало больше, чем противников, начнут подготовку к волеизъявлению. Если люди изменят свое мнение, ни один политик не имеет права стоять на пути демократических пожеланий народа Шотландии. Я верила госпоже первому министру, когда она говорила, что референдум в 2014-м был уникальной возможностью, которая выпадает один раз в жизни, один раз на поколение. Но еще и 20 месяцев не прошло с тех пор. Впрочем, особых сюрпризов от предстоящих выборов не ждут. Британская политика замерла в ожидании едва ли не главного решения в истории референдума по выходу из Европейского Союза. Он состоится 23 июня, и только после этого голосования будут понятны приоритеты страны. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Наследие принца. Какой музыкальный клад обнаружили в его сейфе? Все узнаете из нашего обзора. В КНДР запретили свадьбы и похороны в связи с повышенными мерами безопасности перед проведением 7-го съезда трудовой партии Кореи. Он начнется в пятницу. Также в эти дни ограничен въезд в Пхеньян, усилено наблюдение за гражданами и границей с Китаем. Как ожидается, на съезде трудовой партии будут приняты основные направления внешней и внутренней политики страны. Плантации марихуаны неподалеку от Белого дома. С февраля в округе Колумбия гражданам разрешили использовать легкие наркотики. Для личного пользования можно иметь при себе до двух унций марихуаны. Это 56 граммов. Несколько фирм вполне легально выращивают каннабис в столице США. По прогнозам, капитализация рынка в 2020 году будет составлять 22 миллиарда долларов. В США обнаружили сотни неизданных песен принца. Сотрудники компании, которая поручена временно распоряжаться имуществом певца, скрыли сейф в его студии. В нем оказалось столько песен, что и хватило бы на то, чтобы выпускать по альбому ежегодно в течение столетия. 57-летний принц был найден мертвым в своей студии в штате Миннесота 21 апреля. За музыкальную карьеру певец выпустил 39 альбомов. Первый за полстолетия круизный лайнер отправился из Майами на Кубу на борту Адонии. 700 пассажиров. Сначала корабль бросит якорь в Гаванне. Далее будет заходить в самые крупные порты Острова Свобода. За билеты на лайнер американцы выкладывали от двух до семи с половиной тысяч долларов. 11 диких ежей могут сорвать строительство высокоскоростной железнодорожной линии из Лондона в Бирмингем. Стоимость проекта 50 миллиардов фунтов стерлингов. Автостоянку в центральной части Лондона предполагали на время строительства переоборудовать в депо. Однако оказалось, именно здесь посерилась единственная популяция диких ежей. В их защиту выступили сотни активистов. Они собирают подписи под петиции с требованием оставить животных в покое. В Токио провели массовый поединок на мячах. Вооружившись танбарами, тренировочными мячами, участники разделились на несколько команд. Сражались одновременно 230 человек. И опытные фехтовальщики, и те, кто мячи держал в руках впервые в жизни. Подобные битвы, по мнению их организаторов, снимают стресс и позитивно влияют на психику. Водные бои в центре Львова. Там отметили традиционный поливальный понедельник. Сухой из воды пыталась выйти и наш корреспондент Галина Якушко. Стенка на стенку. Парни против девушек. Так начинались водные баталии в самом центре Львова. Обливать друг друга водой на следующий день после Пасхи – давняя традиция. На площади рынок специально поставили ванны с водой и двухметровую установку со шлангами. Даже фонтан Нептуна заработал в необычном режиме. Струи воды из него выплескивались наружу. А чтобы наверняка никто не остался сухим, на входе на площадь поставили водяные ворота. Желающих помокнуть и облить других под ратушей собралось немало. Оделись совсем по-леднему в шорты и футболки. И все насквозь промокли. Каждый принес свое поливное оружие. Водные пистолеты, насосы, пластиковые бутылки. Да все мы им тут подобны. Кто обливаешь? Да всех, будь кого. Люд! Друзья, добрый, добрый. Вы очищает все, красиво, красиво. На улице 18 тепла. Лишь излитка проглядывает солнце. Однако здесь никому тучи не страшны. Купа эмоций. А правда, это немного прохолодно, но это так. Воды для забавы хоть отбавляй. Мы выбираем воду. Для чего вы в воду выбираете? Чтобы обливаться. Купы, купы. Купы, купы. Чего там? Обливались львовяне несколько часов. Некоторые, промокнув до нитки, переодевались в сухое и снова шли в бой. А к вечеру намокли даже те, кто обходил стороной площадь рынок. Неожиданно пошел дождь. Раньше верили, если в этот день девушку обольют водой, то она скоро выйдет замуж. Видимо, свадеб во Львове будет много. Облили и меня. А значит, папа, у тебя появилась надежда. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Вот такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok